Я уже вот это вот дело снимаю ближе к концу, и сразу дисклеймер, дисклеймер перед началом видео. Это будет очень длинный, размеренный обзор, минут так на 30, на 40, на 20. Так что, если у вас нет времени или вы хотите очень быстро всё узнать, можете сразу выключать это видео. Предупреждаю заранее, чтобы не было потом криков в комментариях, что ты опять работаешь без сценария, и это дело всё медленно пишется. Итак, народ, всем привет, с вами снова Александр Мордынский, и сегодня у нас на обзоре чисто случайным образом оказался супер навороченный смартфон от Samsung, так называемый Galaxy Edge, Galaxy Note Edge, отличительной чертой которого является, как многие знают, как многие заметили, изогнутый дисплей. То есть дисплей, который заходит на боковую грань. Итак, давайте начнём со всего по порядку. Как это устройство попало ко мне в руки, то есть никакие Samsung мне, конечно же, не спонсировали, поскольку я никто, как мне сказали. Но, тем не менее, устройство мне предоставил один очень, так сказать, хороший человек, которому понадобилась помощь в русификации. Девайс привезён из Китая и является китайской версией Note Edge. То есть вся проблема в том, что у них по умолчанию стоят три языка, то есть там какой-то китайский, китайский или корейский и английский. Так что процесс был, так сказать, длинным и нудным. Ладно, этот обзорчик будет такой длинный и размеренный, поскольку я реально к нему не готовился и не ожидал, что мне вот дадут такой девайс с ним поработать. Давайте, так сказать, будем смотреть бок о бок и сравнивать с тем же Note 3, который у меня есть. Итак, что бросается в глаза? То есть, конечно же, это вот изогнутый дисплейчик и немного увеличенная нижняя рамка. У меня вот сразу бросилась в глаза, то есть вот эта вот с кнопочкой. Уменьшили расстояние. Ну и сверху как-то она тоже крупновато выглядит, хотя вроде точно такая же. Снизу смотрим, да, у Note 3 microUSB 3.0 и динамик снизу с S-Pen, ну и микрофон. Здесь мы имеем два микрофона, то есть раз микрофон, два микрофон, microUSB 2.0, то есть Samsung откатилась, так сказать, не знаю, почему они бросили эту затею, и S-Pen. Смотрим по дальнейшим граням, да, берём боковую грань. Качели регулировки громкости, больше ничего нет. Здесь, ну, видим, да, дисплейчик боковой, больше ничего нет. У Note 3 здесь кнопка блокировки, на Note Edge она перекочевала наверх. Также смотрим здесь ещё один микрофон и инфракрасный порт для управления домашней техникой. 3,5-миллиметровый порт для подключения наушников гарнитуры. У Note 3 всё так же, то есть порт, микрофон и ИК-порт. Боковая грань, то есть Note 4, Note 4, Note 4 Edge, Galaxy Alpha начали получать металл, да? То есть боковая грань – это крашеный металл, рифлёный. У Note 3 – это пластик. Но на удивление, то есть Note Edge, он весит намного меньше, чем Note 3. Что ж, поворачиваем и смотрим сзади. То есть динамик на Note 4 перекочевал обратно на заднюю крышку. Для меня это не очень хорошее решение, то есть спорное. Мне не нравится такой вариант, поскольку положили вы на какой-нибудь диван и всё, и считаете, заткнули динамик. Надписи Samsung и оптика. То есть 13 Мп с автофокусом, вспышкой и записью 4К. Здесь у нас имеется уже новый 16-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией, записью 4К и, в общем-то, хорошей светосилой. То есть можно снимать в сумерках спокойно, нормально, ничего не переживая. Также здесь имеется… Ну ё-моё, я даже, честно говоря, не знаю, насколько много здесь всего запихано в этом датчике, но попробую вспомнить. Итак, уровень ультрафиолета в воздухе, уровень излучения, датчик сердцебиения, датчик насыщенности крови с сахаром и кислородом. Короче говоря, вы понимаете, что тут просто до жопы напихали всего. И вспышечка светодиодная, которая всё это дело просвечивает. То есть прикладываете палец, и он просвечивается. Что ж, давайте заглянем под аккумуляторы, точнее под крышки какие-то аккумуляторы, и сравним, так сказать, отличия нового поколения от старого. Так. И, 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 и здесь находится сверху слот для ногтя. Обе крышки выполнены из тонкого пластика под кожу, очень приятно. Я рад, что они сохранили, так сказать, эту, эту фишечку ноута. Итак, смотрим. То есть различия, конечно, ощутимы и видны, да? Почему здесь не использовали так рационально место под крышкой, чтобы увеличить аккумулятор. Я так и не понял, честно говоря. Видим. Аккумулятор на 3200 мАч. И аккумулятор на 3000 мАч, удлиненный. Напоминает технику Apple внутри. Слоты для microSD карточек. То есть у ноута 3 сдвоенный слот симки и SD карточки. Здесь они разделены. В обоих случаях микросимка. То есть вот микросимка, и здесь под флешечкой микросимка. Контактные площадки для беспроводной зарядки стандарта QI. И контактные площадки для NFC. То есть если вы ложите QI, то он закрывает NFC на родном аккумуляторе. И нужно докупать крышку. Ну или в крышке по умолчанию идет беспроводная зарядка плюс NFC. В общем как-то так. Здесь динамик. Ну и здесь тоже динамик. То есть по конструкции в принципе ничего не изменилось. Здесь у нас SPN. И это в общем-то хорошо. Ладно, давайте уже перейдем собственно говоря к просмотру девайсов. Итак. По переду. Сразу бросается в глаза то, что у ноута Edge. Ну реально там допустим срач устраивали на FOP. Да или где. Реально у ноута Edge дисплей ярче, чем у третьего ноута. По поводу четкости. Здесь стоит Quad HD. Здесь стоит 1080p Full HD. То есть сначала я такой относился к Quad HD как некому, простите меня, высеру. И бесполезно тратить денег и тому подобное. Но когда я вчера увидел шрифты и изображения на этом дисплее, то есть мне дисплей ноута третьего показался немножечко устаревшим уже морально и физически. То есть реально 2К. Я надеюсь я не оговаривался, не говорил 4К экран. В общем 2К реально заметны. Даже на такой небольшой диагонали. В частности в шрифтах, детализации и четкости. Итак, едем. 5.7 дисплей, 5.6 дисплей. У ноута 4 дисплей тоже 5.7. Но здесь, как вы видите, боковая грань, так называемый сам Edge. Что ж, ладно, едем дальше по этому всему, мы успеем еще поговорить. Разговорный динамик, датчики приближенности, освещенности и фронтальные камеры. 2 мегапикселя у ноута 3 и 3.7 мегапикселей широкоформатная матрица для делания селфачей у ноута Edge и у ноута 4. Что ж, едем дальше. Кнопочки сенсорное управление. То есть кнопка назад, ничего не поменялось. И они решили изменить кнопку меню у ноута на кнопку многозадачности. То есть зачем это сделано, я так и не понял. Я привычно нажимаю, то есть запустить диспетчер, а мне открывается S-Reminder. То есть, конечно, при наличии рута все это можно изменить. Долгое удержание кнопки многозадачности вызывает, собственно, уже само меню. Как мы видим, нас при запуске встретил новый TouchWiz, то есть там интересная разблокировочка, все дела. И то, что он реально работает еще быстрее, чем у ноута 3. То есть это, конечно, на камеру не будет заметно, но на глаз это реально просто ракета какая-то полетела. Итак, экранчик. Поговорим о боковом экранчике сейчас немножечко. То есть боковой экранчик, его можно настроить на ваше усмотрение. Его можно, конечно же, использовать как всем знаменитую линеечку. То есть, да, обижу, те, у кого там писюн маленький, сори, конечно, не мог удержаться. Можете его каждый день измерять и привязывать к нему грузики, не подросли он. То есть можете здесь запустить диктофон, включить запись там, допустим, или тому подобное. Можете включить фонарик, секундомер, таймер. Функционал, то есть пролистывается просто простыми свайпами. Чик, чик. То есть здесь у нас шторка уведомлений выведена. Здесь у нас выведены избранные приложения. То есть здесь небольшая стрелочка. И с помощью нее уже открывается приложение, которым можно настроить сами панели. То есть вы можете скачать панели, вы можете установить их отдельно. Можем выбрать шагометр, ту же погоду, пропущенные звонки, часики сюда поставить. То есть каким образом она активируется в закрытом режиме, я так и не понял. Но иногда просто сама по себе такая включается и показывает пропущенные уведомления, часики, будильник, допустим, если у вас включен и тому подобное. То есть по выносу интерфейса, я вам сейчас покажу на примере интерфейса камеры, как они это сделали. То есть не всегда получается у меня попадать, к нему надо привыкнуть. Итак, вот камера у нас. 16-мегапиксельная, просто реально суперчеткая, суперофигенная, снимает 4К. Очень-очень много настроек. То есть даже банально открыть настройки, выбрать режимы. Здесь будет побольше, чем у Note 3. И самое главное, то что интерфейс не загроможден. Все выведено на вот именно вот этот вот боковой дисплейчик. Выглядит вот так вот, да? То есть кнопка очка у нас здесь спуска затвора, видео, выбор режимов и так далее. И целиком у вас получается сам дисплейчик свободен, вы можете видеть уже спокойно, что вы фотографируете. Фокус? Ну фокус реально быстрый и редко, когда ложно срабатывает. То есть сейчас освещение плохое. Попробуем даже запустить на Note 3 камеру и сравнить. Вопрос камеры рассмотрели, да? Камеру фронтальную сейчас попробую переключить. То есть делается это кнопочкой вот так. После распознавания вашего лица коснитесь датчика сердечного ритма и вы, короче, сфотоетесь, да? То есть автопортрет, все дела. Видим. Передняя камера. Ну, конечно, руки трясутся и освещение сейчас плохое. Но, тем не менее, качество просто на высоте. То есть делать селфачи можно, можно снимать на нее в ложике спокойно. То есть датчики вот этих вот всяких сердечных ритмов и прочего я трогать не буду, потому что я ими, честно говоря, никогда не пользовался. Я не вижу в этом надобности для себя лично. Давайте посмотрим, ну, изменения в том же приложении, там, мои файлы, допустим. Где оно здесь у меня обитает? То есть изменения в дизайне немножечко произошло, так сказать, не знаю, мне на ноуте 3 роднее, удобнее. И то, что преобладают белые цвета везде в новых прошивках. То есть здесь стоит 4.4.4, здесь стоит 4.4.2. То есть здесь уже интерфейс такой был сделан под 5.0. Шторка уведомлений. То есть в шторке уведомлений у нас здесь живет S-Finder. И всякая ненужная ерунда, которую отсюда убрать нельзя без рута или даже с рутом. Я не знаю, не подскажу вам. Сори за освещение, ничего, конечно, не видно толком. Кнопка вызова всех уведомлений. То есть видим, да? И откроем меню настройки. То есть мне понравились настройки на ноуте 4 и ноуте Edge. Потому что я не знаю, зачем они в третьем ноуте, во втором ноуте, в крайней прошивке сделали разделение на вкладки. Вот это вот мерзкое. Никому не нужное, усложняющее. Здесь просто быстрые параметры. Вы добавляете то, что вам нужно в основные настройки. И все. И весь список приложений, как в старых добрых прошивках, в старом добром 4.04, в первом ноуте, во втором ноуте на старенькой прошивочке. В общем, настройок моря. То есть обустройстве. Модель. Модель здесь у меня 91.50. Это модель для рынка Китая. И вроде как она не поддается русификации. То есть убитая ночь, русификация проведена примерно на 90%. Никаких морлокалей, конечно, которая ничего этого не перевела, не применялась. Итак, по поводу батареи, потребления батареи, здесь все заведено в режим энергосбережения. То есть видим 32 минуты, и у нас уже сел дисплейчик там на 8%. У меня 10 минут, сел на 1%. Ну то есть все-таки, реально, вот я вчера его тыкал, 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 и дисплей Quad HD, он, конечно, жрет. Это не зависит от белого цвета, реально. Я ставил 5.0, он был белый на Note 3, и автономность была точно такая же практически. То есть, ну максимум там полчасика отличалось. Но здесь, видимо, из-за высокой плотности пикселя, оно все и жрется. По S-Note. То есть здесь у нас снова, так сказать, поговорим об S-Pen. S-Pen здесь, в принципе, мало чем отличается дизайном, то есть он такой стал весь ребристенький. От S-Pen в Note 3. Он несовместим, ни обратно несовместим. То есть, IR Commands тоже все то же самое здесь работает. Тоже по двойному тапу у нас запускаются заметки. Но, тем не менее, здесь программа S-Note, она работает уже, так сказать, объединенно по активным заметкам и по S-Note-овским заметкам. То есть здесь вот это вот все барахло, оно разбито на три программы. Здесь оно разбито на две программы, то есть вырезки, альбом вырезок и так далее. По поводу функционала, ну, допустим, того же диспетчера, вот этого вот сворачивания. Можно пальцем потянуть за край угла, и у вас эта программулинка перейдет в оконный режим. То есть здесь вы можете ее расширить или свернуть. Вот мы ее свернули, перетаскиваем и обратно разводим. То есть на Note 3 этот функционал будет, но в пятом андроиде. И это действительно сделано очень удобно. Не то, что вот эти вот окошечки, многооконность. Вот эта вот штука, это поудобнее будет. То есть S-Pen, S-Pen, да? S-Pen здесь, ну, просто уже вот я даже, не знаю, просто вот я его ложу, я даже им не надавливаю. Понимаете, насколько он чувствительный стал. Так что с S-Pen здесь очень хорошо поработали. Стал очень чувствительный, еще более крутой и реально уже ощущается, как настоящий остро заточенный карандашик. То есть можете посмотреть на гугле, какие картины на нем рисуют художницы. Это просто шедевры. Хотя они рисовали и на первом Note шедевры, но здесь еще больше расширенный функционал. То есть диктофон, да? Кричали там о суперкрутом диктофоне. Здесь у нас три микрофона для этого дела. То есть видим режим интервью, режим встречи, кучу голосов. Можно потом удалять определенные голоса. Голосовая заметка. Ладно, отклоним. Окей. То есть режим встречи. Допустим, вот я записываю, и он достаточно точно определяет, что я сижу вот здесь вот с уголка, да? Кручу, вот разговариваю, делаю обзор, и он определяет, в каком месте вот, то есть я говорю, какой человек говорит. Потом жмем стоп. Можем его воспроизвести, да? И выбрать, какие голоса нам уже здесь нужны. То есть у нас здесь на временной шкале отрезки, кто где говорил. Делаю обзор, и он определяет, в каком месте вот я говорю. То есть штука крутая для, на самом деле, для тех же журналюк. Я бы не отказался от такого диктофончика на своем ноуте. Что еще здесь хочется отметить? Ну, калькулятор. Калькулятор как калькулятор, ничего сверхъестественного. Ну, и сплайнер. Исплайнер, в принципе, такой же. Ничего не изменилось особо. Там тесты, тесты, да? И начнем, конечно же, с Antutu. То есть сначала давайте посмотрим информацию касательно нашего смартфона. И смотрите. Когда дисплейчик боковой не задействуется, на нем просто горит вот такая вот надпись. Galaxy Note Edge. Она становится черной и не потребляет фактически ничего. Смотрим. Та-та-ра-тан. Galaxy Note Edge. SMN9150. Android 4.4. И самое крутое, что здесь у нас имеется на сегодняшний день. Процессор Qualcomm Snapdragon 805. И графический видеоускоритель Adreno 420. То есть штука действительно злобная. И она просто вот 2К переваривает, как нечего делать. 3 ГБ оперативной памяти. 32 ГБ встроенный накопитель. И смотрим дальше по процессору. То есть 4-ядерный 32-битный процессор с тактовой частотой 2,7 ГГц. То есть Qualcomm у нас поддерживает тоже очень неплохо. Тактовая частота 600 МГц. Дисплейчик Super AMOLED. Конечно, здесь 10 касаний, куда же без этого. 3,7 Мп и 16 Мп. Запись 4К видео. Модуль камеры Exmor RS. IMX 240. То есть соневский модуль, достаточно-таки крутой. Даже вес. 174 грамма. Antutu. Antutu начал взвешивать телефоны. Да ладно, стебуси. GPS, AGPS, GLONASS. Здесь, конечно же, есть Bluetooth 4.0. То есть в характеристиках на Яндексе написано, что Bluetooth здесь 4.1. Bluetooth, NFC, Wi-Fi и смотрим датчики. Проще здесь увидеть того, чего здесь нет. То есть термометр, термометр воздуха и датчик влажности. На самом деле, в принципе, хорошо, что их убрали, потому что вот они в ноуте в третьем есть. Вот здесь они на грани обитают. Фокус, приди. Это влажность мерить, температуру воздуха. Зачем оно? Я никогда этим не пользовался за год. Итак, что ж, прогоним мы Antutu. То есть я уже его прогонял, но тем не менее прогоним его еще раз, чтобы уже видели, что здесь никаких махинаций я не предпринимаю по увеличению производительности. Так, что сказать по нагреву телефона? Нагрев телефона. То есть вчера, когда я вот занимался портированием прошивки, я это в реальном времени пытался делать, шла очень сильная нагрузка на чип памяти, конечно, процессор там подогревался. Устройство становилось реально горячим. То есть эта вот металлическая рамка, она, конечно, отводила тепло, но она сама становилась горячей. Можно было, то есть, ну, что-нибудь пожарить спокойно. На ноутах, конечно, такое... Это обычное явление, в максимальной нагрузке оно бывает. В следующем обновлении, я думаю, это исправит проблему с нагревом. То есть вот и сейчас я держу в районе процессора ладонь, и уже телефон становится горячим. То есть не то, что еще не совсем комфортно держать, но уже неприятно, так сказать, ощущать вот этот вот нагрев. Еще одна черта сборки, которую я заметил не сразу, но тем не менее она в глаза потом бросается. Это, я так и не понял, это пластиковые вставки, по-моему, в рамку граненую, металлическую. То есть они идут две сверху и две снизу. То есть здесь она, вот она, и вот. С целью чего это сделано, я не знаю, но могу предположить, что корпус аппарата металлический, они решили его сделать как антенну. То есть это действительно хорошее решение, если это так. И прием сигнала Wi-Fi того же у меня за двумя бетонными стенами намного выше, чем у ноута третьего. То есть здесь у меня вообще вот на грани идет это все дело. Одно деление, два деления, полтора деления. Здесь же у меня спокойно там два-три деления набирается. Итак, Antutu. Производительность. Мы видим, что нам выдает 45833 попугайчика, чуть ниже, чем у ноута четвертого. Но все вы знаете, что Antutu это проплаченная ерунда. И верить ей абсолютно никак нельзя. Едем дальше. CPU-Z. Откроем, посмотрим CPU-Z, что у нас здесь на каком пашет. Итак, четыре ядра, да? Крейт 450, Qualcomm, там все дела. Видим, что наяривают они только в путь. Датчики. Датчиков, конечно, тоже полно. О, реклама. Ладно, Geekbench 3. Мой любимый Geekbench 3, потому что он показывает результаты, независимо от того, что у вас забито в информации о телефоне. То есть, Antutu очень просто обманывается, а Geekbench действительно делает подсчеты. То есть, на основе него уже можно определить, что там ту же кастомную прошивку сравнить или ту же кастомную ядрышку сравнить. В принципе, места много не занимает, по времени тоже сильно много не отнимает. Конечно, ненаглядно, конечно, не так круто, как в Antutu плавают кораблики, но хороший тест, реально хороший. Рекомендую к использованию в ваших обзорах. То есть, по мерцанию дисплея, конечно, ссори, это у меня в камере выдержка немножечко установлена на ручной режим, потому что освещение сейчас слабое, солнце ещё не стало и лампа не справляется. Никаких мерцаний, конечно же, нет. И в помине. И так, и так, и так. Итак, то есть, Geekbench выдаёт нам 564 и 1628 по мультиядерности. То есть, результаты на самом деле не впечатляющие. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, это перегрев, может быть, это... Может быть, это опять перегрев. Ну да ладно, результат вы видели. Едем дальше. Ну, давайте по порядку. 3DMark. То есть, у меня дома уже вроде как все встали. Заодно и звук послушаем. Так. Run. Идёт загрузка. Так, это у нас громкость звонка сейчас. Сразу что бросается в глаза. То есть, за счёт большого разрешения элементы на экране очень маленькие. То есть, реально вот крошечки такие. И прочитать, конечно, прочитать можно, но нужно присмотреться, да? Звук. Звук. Максимальная громкость. То есть, звук громкий. Чтобы его перекричать, нужно неонорочко приложить усилие. Ну, убавим это всё дело, конечно же. ФПС-ки. То есть, видим, да? Стабильные. Ну, какие стабильные. Не буду уж врать. От 30 до 60 скачут. Но, тем не менее, с таким разрешением, вот, я вглядываюсь в картиночку и... Ну, блин, я бы смотрел её и смотрел бы эту картиночку. Реально, разрешение такое, что прям хочется на неё пялиться. Яркая, сочная, чёткая, мега чёткая. Что по поводу 3D Mark, да? То есть, Antutu – это стресс-тест, который прогревает. Сделаем ещё потише. 3D Mark, ну... То есть, 3D Mark покажет вам более-менее реальное использование. Телефон тёпленький, чуть... Чуть-чуть горяченький, но в руках его держать ещё комфортно. То есть, возможно, зря я тут наругался на нагрев. То есть, видим всё это дело. Чётенько, плавненько. И ба-бах! Эпичный момент. Всё разлетается, всё сыпется. Ну и Note Edge у нас здесь горит. То есть, конечно, будь это устройство моим, я бы здесь залез бы в root, отстроил бы приложение и вывел бы сюда на постоянную основу, там, допустим, шторку уведомлений. То есть, чтобы она у меня уже здесь и жила самой по себе. Те же часики там. Ну, увы, не судьба, поскольку девайс стоит как жигуль. Дороже, чем жигуль. То есть, текущая цена средняя по Яндекс.Маркету, не буду врать, порядка 60 тысяч рублей. Только здесь вы платите за интересные фишки, за, так сказать, эксклюзивность, то, что аппаратов в мире выпущено крайне немного. Вы платите здесь за самый мощный процессор на текущий день и вообще самую мощную начинку на текущий день. Супер-экран, то есть, все дела, дела, дела. А не за какие-то жалкие яблочные понты. Так что цена, в принципе, вполне себе адекватная. Сравнивая ту же ценовую политику Apple, скажу, что устройство стоит своих денег. Так, еще. Если я не упоминал, то есть, вот только вспомнил. Ага, эта камера фокусируется на мое отражение в экране телефона. Какой кошмар, а? У меня аж мозг заболел от такого. Так, видим скорость 9971. То есть, ну, так себе. Скорость здесь есть? Какое-нибудь сравнение скорости с другими устройствами или нету? То есть, не знаю, как это делается, но, по-моему, баллы очень маленькие, да? Что ж, у нас еще есть GFX Bench. То есть, я не знаю почему, но остальные тесты он пройти не смог. Почему-то он их сбросил. Видимо, устройство еще, так сказать, тест еще не заточен под это устройство. Ну да ладно. У нас еще есть Epic Citadel. То есть, видим, да, как панель уведомлений используется. Чик. Опа. А вот и я. Я думаю, результаты будут более чем достойны. То есть, графика и детализация это просто вау. Просто офигеть, граждане. Что ж, берем бенчмарк. Поехали. Сорри за заляпанный дисплей. Сорри за заляпанный дисплей. То есть, микро-микро-микро-подлагивание иногда есть. На долю секунды, когда кадр стопорится, есть такие моменты. Но я думаю, это еще в связи с тем, что под новый процессор, под новое разрешение еще ничего не оптимизировано. Ну, действительно, просто вообще шикарнейшая картиночка. Честно признаться, я не помню, когда я вообще испытывал такой восторг, глядя в экран мобильного телефона. Не припомню даже такого при покупке Note 3. Наверное, это когда первый Note я взял и так смотрел в дисплейчик. Я был счастлив, как ребенок, да? Итак. Performance Level, High Performance. Что он нам сделал? Выставил настройки, не те, что ли? Ага, ах, он хитрый. Ультра-хай, кьют или выбираем. И прогоняем еще раз. То есть, цитадель у нас схитрила. Думала, я не замечу. Что ж, поехали еще раз. Опа, некие, да? А вот тут нас ожидает неприятный сюрприз. Может быть, кому-то розовые очки немного снимет. То есть, сейчас мы выставили ультравысокие настройки, графики. качество картинки от этого не поменялось, насколько я заметил. Чуть лучше освещение, чуть лучше тени. Потому что почему-то она у нас установила ультра-скорость, вопреки ультра-качеству. что же, здесь мы уже видим, конечно, проседание кадров в секунду на многих моментах. что не есть, что не есть хорошо. Я думаю, тридцатку фпсок мы получим по итогу усредненную. и тут все такие сидят, смотрят, и восторг-то уже немножечко поумерился. Да, средний кадр в секунду 32 на ультра-высоком качестве. То есть, конечно, вот видим, да, сзади немножечко слайд-шоу иногда происходит, а иногда все отлично. То есть, например, если в режиме вот похода, вообще никаких проблем я не вижу. Ага, вижу. В тенях, где много теней, то есть, детализация вот этой вот всей ерунды, она крайне высокая здесь ощущается. Ну да ладно. Выходим. И, наверное, это все, что я вам рассказал. То есть, устройство уже нужно связываться с владельцем и его возвращать. Давайте подведем, так сказать, маленький итог того, что мы здесь увидели, того, что мы здесь услышали. то есть, мое личное мнение от того, что я увидел. Что ж, если вы достаточно таки много зарабатываете и хотите девайс, который будет удивлять окружающих и, будет напичкан по последнему слову техники, конечно же, Note Edge является очень-очень достойным хорошим вариантом, поскольку техника Apple уже есть у каждого бомжа, ей уже никого не удивить. Действительно, многие подмечают и покупают например, тот же LG G Flex, тот же Galaxy Round, которых совсем немного было выпущено, те же Galaxy Gear S, тот же Galaxy Note Edge. То есть, это устройства, которые сторонятся ото всех остальных, поскольку рядовому пользователю в повседневной жизни они не могут оказаться полностью, допустим, нужными. То есть, я не вижу, крайне не вижу смысла напичканности такого количества датчиков, потому что всё равно, если бы этот телефон был мой, я бы половину этих служб удалил, отключил или задействовал по другим принципам, которые мне уже нужны. Также, сканер отпечатков пальцев, если я не упоминал, то вот под конец упомяну. Честно говоря, я не вдавался в подробности, где он здесь. Он здесь или в кнопке, или над кнопкой вот здесь вот в промежутке дисплея, как у Galaxy S5. По поводу нытья этих датчиков и так далее. То есть, Apple сделала датчик, говорят зомбо-яблочники. На самом деле, первые датчики начали появляться ещё в 2006-2008 годах. То есть, в 2009-10, честно, не помню, у меня был Motorola Atrix 4G, у которого сзади была кнопка включения совмещена с кнопкой... Ну, то есть, кнопка включения блокировки была сенсорной панелью считывающего устройства, на которую можно было забить пять пальцев ваших, и, то есть, вот такие вот крутые функционалы там были. Но это всё быстро забросилось, это всё быстро забылось, так же, как потом 3D-дисплеи начали делать, это всё забылось, делать 3D-камеры в мобильниках, это тоже всё забылось. То есть, я думаю, по поводу вот этих вот сканеров, по поводу этих датчиков, немножко поиграются и успокоятся. То есть, так же, как сделали USB 3.0, microUSB 3.0 в нескольких телефонах и успокоились, поскольку это мало кто использует. Итак, едем дальше. Дисплей чёткий, суперский, вообще никаких пререканий. Перо SPN суперчёткое, суперхорошо работает, блин, чуть не обделался, извините, пожалуйста. Сразу выключим звук. Перо суперклассное, вообще просто нет слов, какое оно, непередаваемое ощущение. Камера, камера тоже просто отличнейшая, я бы не отказался, конечно, от такой в свой Note 3, без замены, то есть, на Note 4, поскольку мне там всё хватает. Автономность, то есть, автономность, конечно, пока не радует. Я надеюсь, это со следующими обновлениями у людей исправится вся эта проблема. Звук хороший, управляемость удобная, то есть, по поводу вот этой вот боковой панели, много нытья было, допустим, что она ложно срабатывает, то есть, вы держите там, допустим, что-то такое, и она ложно срабатывает. То есть, такое бывает, конечно, крайне редко, вы вот прикоснулись, ничего не происходит, поскольку нужно направленно нажать и все дела. По поводу того, что это устройство не для левши, конечно, я, пожалуй, соглашусь. Можно как-то там экран вот так вот перевернуть, но, сами понимаете, что это за извращение, когда разговорный динамик находится снизу. Разговаривать по громкоговорителю тоже не вариант. То есть, это устройство точно не для левшей. Ну, или для левшей, которые, не знаю, пользуются им как-то вот так вот левой рукой. В принципе, вполне можно жить. Не знаю, как у них там мозг устроен. Конечно, сети, напичканность, там 4G, не 4G, вот эта всякая ерунда, это круто. Но, по большому счету, по России, 4G это очень тухлая и зачаточная тема, по правде говоря. Например, здесь я пользуюсь 2G, 3G, поскольку у мегафона нету 4G, а у МТС 4G такой, что батарею там сжирает буквально за пару часов. Мне оно не надо абсолютно. Премиальные материалы корпуса, там металл, вот эта вот всякая фигня. Скажу честно, взял я телефон в руки и металла я не почувствовал. то есть ни вот этого приятного холода, ни вот приятного звука там скобления я ничего не почувствовал. То есть металл я чувствовал в айфоне 4, металл я чувствовал в айфоне 4S, то есть вот там был реальный металл. В той же Galaxy Alpha металл немножечко по-другому ощущался. Я не знаю с чем это связано, может быть с какой-то другой краской, которая здесь используется. Ощущается просто как твердый пластик. По поводу крышки, да, по поводу крышек. Я, конечно, действительно рад, что они не бросили вот эту вот идею. Хорошо, что, конечно, ну, может быть не хорошо, строчка была тоже определенной фишкой. И реально тот же пластик, я не знаю, люди ноют, те, кто не щупали, что это говеный пластик. Тем не менее, этот пластик ощущается как тот же дермантин на вашем диване. То есть ощущение тактильное, очень приятное. Не скользит, не царапается. То есть крышка, вот, пожалуйста, год крышки ни единой царапинки. Протер тряпочкой, все нормально, можно ее там хоть узлом завязывать, не сломается она. Я хотел сказать, что это устройство по большому счету, либо для людей, которые хотят выделиться чем-то, либо для гиков, которым ну, чего-то очень остро не хватает, или у них тяга ко всему новому, ко всему напичка. То есть, взял бы я этот телефон, если бы у меня была возможность, там, допустим, или если бы мне его, конечно, подарили. Конечно бы взял, я бы работал над ним, я бы его заточил под себя, не буду кривить душой, мне он понравился. То есть, несмотря на пока что детские болезни в виде тормозов, в некоторых моментах в виде перегрева, это все, конечно же, исправится в следующих прошивках, но получается, что устройство на данный момент топовое. То есть, Note 4, Note 4 Edge, и в общем-то все новое, это достаточно таки интересно. И самое главное, за что я уважаю компанию Samsung, то есть, все такие, фу, ты самсунговец, то есть, ты не любишь там яблочников. Да, я откровенно признаться, не люблю яблочников, у которых айфон головного мозга. Таких подавляющее большинство. То есть, есть, конечно, Nokia головного мозга, есть всякие прочие головного мозга. То есть, когда человек просто вам как стенка доказывает, что эта марка круче, все остальные, так сказать, сосут, простите, за фразу. Я никому ничего доказывать не собираюсь, я могу абсолютно спокойно выбрать устройство другой марки и сидеть на нем. То есть, я бы очень хотел, конечно, Nexus 6 поюзать, но с текущим курсом это просто невозможно, мне вообще не по карману. То есть, iPhone для меня слишком простая игрушка. Я бы порекомендовал iPhone там бабушкам, блондинкам, да, то есть, конечно, ось отточенная, ось оптимизированная, но очень многое свободы мне там не хватает. То есть, по вот этому вот поводу. И то, что Samsung не боится экспериментировать ни с чем. То есть, они делают изогнутые дисплеи, они делают изогнутые часы, они не боятся пропихивать свою ось, то есть, запихивать в телефоны инфракрасники, миллион датчиков, делать их самыми-самыми напичканными. Samsung, то есть, он сейчас идет как двигатель прогресса, я бы даже так сказал. То есть, даже сейчас во многих китайских телефонах, вы замечаете, да, начинают использовать AMOLED-экраны от Samsung, начинают использовать процессоры Exynos от Samsung, и, конечно же, модули памяти, да, то есть, никто не делает 3-гигабайтные модули памяти, никто не делает 4-гигабайтные модули памяти, кроме Samsung, оперативки, в смысле. Samsung делает, все остальные покупают, ставят. И, конечно, то есть, я хочу внести пояснение для тех, у кого iPhone головного мозга, почитайте, на чьих фабриках собираются процессоры для iPhone, по каким технологиям, кто это вообще все придумывает и разрабатывает. То есть, iPhone, можно сказать, процентов на 70 состоит из Samsung. По крайней мере, так было раньше на iPhone 4, да, в общем-то, наверное, ничего не поменялось. Как бы они там не выпендривались, Samsung делает прогресс. Что-то я отвлекся, заговорился, но да ладно, если уж вы досматриваете, то выслушаете, конечно, этот бред. Что ж, девайс занимательный, девайс замечательный, то есть, изогнутая рамочка, это создает впечатление. Удобный, в принципе, нормальный. Пользоваться можно. Конечно, это устройство, да, стоит обособлено, оно не для каждого человека, как я уже сказал, и не каждому оно доступно по карману, но, тем не менее, оно есть на рынке, оно существует, Samsung-овцы его разработали, сделали. В общем, это замечательный аппарат, я надеюсь, они продолжат развивать тему изогнутых дисплеев, надеюсь, они не забросят это все дело. Что ж, моя оценка телефону, то есть, да, будем ставить оценки, наверное, в последующих обзорах, я думаю, введем десятибальную шкалу, и по десятибальной шкале я дам ему девять с половиной. То есть, реально устройство удивило, реально оно заинтересовало, было интересно с этим девайсом поработать, то есть, девять с половиной баллов из десяти. Что ж, с вами был Александр Мордынский, подписывайтесь, вступайте в группу ВКонтакте, ставьте лайки, ставьте дизлайки, комментируйте, отправляйте предложения, ну, не знаю, может быть, предоставляйте устройство на тестирование, в конце концов. Что ж, впереди еще будет очень много интересного, впереди еще будет очень много подобных нудных, длинных обзоров и изречений. Всем удачи, всем пока! Пока!